Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня, в воскресенье, в день Антипасхи, за богослужением читается Евангелие от Иоанна, глава 20, стихи с 19 по 31. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Сущу позди в день, то и воедино от субботы дверям затворенным, и держи бяхлу ученицы Его собране страха ради иудейска, Прииди, Иисус, и ста посреди глагола им, мир вам! И сие рек показаем руце и нозе и ребра своя, Возрадовавшися же ученицы, видюши Господа, Речи же им, Иисус, паки, мир вам! Яко же послами Отец и аспасы лайвы, И сие рек дуну и глагола им, Примите Дух Свят, Им же отпустите грехи, отпустятся им, И им же держите держаться. Фома же еди на тобою на десять, И глаголем и близнец, Небету с ними, игда приди, Иисус, Глаголах уже ему друзи и ученицы, Видихом Господа, Он же рече им, Аще не вижу на руку его язвы гвоздиная, И вложу перстом моего в язвы гвоздиная, И вложу руку мою в ребра его, Нему веры, И поднеха смех паки бяха внутрь ученицы его, И Фома с ними, Приди, Иисус, дверям затворенным, И ста посреди их рече, Мир вам! Потом глаголу Фоме, Принеси перст твой семо, И вишты руцы мои, И принеси руку твою, И вложи в ребра моя, И не буди неверен, но верен, И отвечав о моей рече ему, Господь мой и Бог мой, Глаголы ему Иисус, Яков видимя, Веровал еси, Блажений не видевши и веровавши, Много же и ино знамени, Сотвори Иисус предученики своими, Я же не суть писана в книгах сих, Сия же писана, Больше доверуйте, Яко Иисус есть Христос, Сын Божий, И доверующе Живот има те Во имя Его. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. В тот же первый день недели, Вечером, Когда двери дома, Где собрались ученики Его, Были заперты Из опасений от иудеев, Пришел Иисус и стал посреди И говорит им, Мир вам! Сказав это, Он показал им руки и ноги, И ребра свои. Ученики обрадовались, Увидев Господа. И Иисус же сказал им вторично, Мир вам! Как послал Меня Отец, Так и Я посылаю вас! Сказав это, Дунул и говорит им, Приимите Духа Святого. Кому простите грехи, Тому простятся. На ком оставите, На том останутся. Фома же, Один из двенадцати, Называемый Близнец, Не был тут с ними, Когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, Мы видели Господа. Но он сказал им, Если не увижу на руках его ран от гвоздей, И не вложу перста моего в раны от гвоздей, И не вложу руки моей в ребра его, Не поверю. После восьми дней Опять были в доме ученики его, И Фома с ними. Пришел Иисус, Когда двери были заперты, Стал посреди них и сказал, Мир вам! Потом говорит Фоме, Подай перст твой сюда, И посмотри руки мои, Подай руку твою, И вложи в ребра мои, И не будь неверующим, Но верующим. Фома сказал ему в ответ, Господь мой и Бог мой. И Иисус говорит ему, Ты поверил потому, Что увидел меня, Блаженно не видевшие и уверовавшие. Много сотворил Иисус пред учениками своими И других чудес, О которых не написано в книге сей. Сие же написано, Дабы вы уверовали, Что Иисус есть Христос, Сын Божий, И, веруя, Имели жизнь во имя Его. Первое воскресенье после Пасхи В церковном календаре Носит название Антипасхи, Что означает «вместо Пасхи». Но это вовсе не противопоставление, А обращение к прошедшему празднику Его повторения. В этот день, дорогие братья и сестры, Святая Церковь воспоминает Чудо уверения апостола Фомы, Чему и посвящены строки Сегодняшнего евангельского чтения. Вечером того же самого дня, Когда ушел Фома, А остальные апостолы, Опасаясь преследований Со стороны врагов Господа, Заперли двери, Вдруг пришел Иисус И стал посреди и говорит им «Мир вам!» Для уверения учеников в том, Что это именно Он, Господь, Показал им руки и ноги И ребра свои, Дабы они могли убедиться, Что это Он Сам, А не Дух или призрак Его. Борис Ильич Гладков пишет, Богу угодно было, Чтобы апостолы постепенно дошли До сознательной веры В Иисуса Христа, Как в Сына Божия. Им надлежало идти в мир И проповедовать Его учения. И они должны были обладать Для этого верой, Не допускающей никаких сомнений. И веру эту должен был принять От них и их последователей Весь мир. Да, им нужна была такая Сознательная вера. Вера не только сердцем, Но и рассудком. До какой они дошли Через свое прежнее неверие И постоянные сомнения. Евангелист Иоанн добавляет, Что затем Господь Через видимый знак, То есть дуновение, Преподал ученикам Благодать Святого Духа, Сказав, «Приимите Духа Святого! Кому простите грехи, Тому простятся, На ком оставите, На том останутся». Конечно, полное излияние Всех даров Святого Духа На апостолов Совершилось в день Пятидесятницы. Но очевидно, Еще до этого дня Апостолам были необходимы Такие дары Святого Духа, Которые укрепили бы их В несомненной и твердой вере В истину воскресения Христова. А в особенности для того, Чтобы породить в апостолах Веру в то, Что они поставлены Господом На великое служение, Делу благовестия во всем мире. «Как послал меня Отец, Так и я посылаю вас». Евангелист Иоанн отмечает, Что при первом явлении Господа Всем ученикам Среди них не было апостола Фомы. И вот, встретив других учеников И услышав от них известие о том, Что они видели Господа, Фома заявил, «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, И не вложу перста моего В раны от гвоздей, И не вложу руки моей В ребра его, Не поверю». Святитель Иоанн Златоуст Отмечает, Что через неделю Господь снова является апостолом, Среди которых на этот раз Был и Фома. Для того, чтобы Фома, Внимая в течение этого времени Убеждения мучеников, И слыша одно и то же, Воспламенился большим желанием И сделался более твердым В вере на будущее время. Одно только знание Господом сомнений Фомы, Настолько поразило апостола, Что он, исповедуя веру В воскресенье Христова И в Божество Спасителя, Воскликнул, «Господь мой И Бог мой!» Однако эта вера Все же имела своим основанием Чувственное удостоверение, А потому Господь В назидании о Фоме И другим апостолам, Да и всем людям На будущие времена Открывает высший путь к вере Блаженны невидевшие И уверовавшие И действительно, дорогие братья и сестры, Самое главное в стяжании веры Это чистота человеческого сердца Мы познаем присутствие Божие Не только внешними чувствами, Но более смиренным сердцем, Наполненным доверием к Богу. Помогай нам в этом, Воскресший Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи!